Мохаммед Салах сделал успешную футбольную карьеру. Виртуозного нападающего желает заполучить легендарные клубы мира. А на исторической родине Салах имеет огромную популярность. В Египте игрока уважают не только за спортивные таланты. Мохаммед является щедрым благотворителем. Родился футболист в небольшой египетской деревушке Нагарик, расположенной неподалеку от Александрии. Мальчик родился в бедной семье под полным именем Мохаммед Салах Хамед Гали. В детстве одним из развлечений, как и у всех мальчишек мира, был футбол. До 10 лет Мохаммед самостоятельно играл в футбол с соседними мальчишками. Однажды подростка пригласили сразиться в школьном турнире, где талантливого деревенского парня приветствовали скауты столичного клуба Мокавлум. Так Салах заключил первый контракт. Уже в 19 лет юноша вошел в основной состав команды на позиции нападающего. А 2010 год закончил первым голом в ворота соперника Аль-Ахли. В рядах сборной страны Салах вышел на поле в 2011 году. Команда провела серию товарищеских матчей, среди соперников оказался и швейцарский базы. Египтяне разгромили противника со счетом 4-3. Мохаммед так впечатлил дублем представителей швейцарской команды, что они тут же забрали талантливого футболиста к себе, предложив контракт на 4 года. В первом же сражении с румынами из клуба Стяо Салах загнал мяч в ворота. Швейцарцы благодарили Мохаммеда за огромную помощь в победе на чемпионате страны, когда молодой человек успел поучаствовать во всех голах. Статистика голов Мохаммеда Салаха стремительно обогащалась. Футболист не сидел на месте, меняя клубы как перчатки. И в 2014 году уже бегал по полю в синей футболке Челси. Весной он праздновал первый гол в ворота Арсенала. Спустя 12 месяцев футболиста заполучила в аренду команда Фьорентины. Фанаты итальянского клуба ликовали и готовы были боготворить Салаха за то, что ему удалось впервые за 15 лет победить титулованный Интер в матче Лиги Европы-Уефа. Фьорентини арабский спортсмен продержался полгода, а летом играл за Рому, которая его арендовала, получив право последующего выкупа. Мохаммед также сделал международную карьеру. Футболист защищал честь Египта на Олимпийских Играх 2012 года. Правда, команда потерпела поражение в четвертьфинале от японцев. Но прежде молодой нападающий успел забить по мячу в ворота четырех соперников. На Кубке Африканских наций, проходившем в Габоне в 2017 году, Салах добыл серебро. Летом 2017 года Мохаммед вновь сменил клуб. Из Ромы перешел в Ливерпуль, который раскошелился на 42 миллиона евро. В первом же сражении с Уотфордом египтянин забил гол. В Лиге чемпионов он отличился серией важных мячей. Досталось в том числе воротам Спартака и Севильи. А осенью футболист дублем в ворота сборной Конго добыл для сборной своей страны путевку на чемпионат мира 2018 года. В марте Форвард повторил рекорд Андрея Аршавина. В матче с Уотфордом оформил покер, нанеся по воротам соперника всего 4 удара. Чуть позднее нападающий Ливерпуля умудрился переплюнуть Фернандо Торреса по количеству голов в дебютном сезоне за красных. 36 мячей. Благодаря рекордам спортсмен получил значимую награду золотую бутсу АПЛ. В июне 2018 года в России стартовал чемпионат мира по футболу. Мохаммед Салах вошел в состав сборной Египта, которая 19 июня встретилась на поле с хозяевами чемпионата. Со счетом 3-1 выиграла сборная России. Единственный гол египтян с пенальти забил Салах. В сезоне 2020-2021 Мохаммед продолжил радовать болельщиков новыми рекордами. Так, во время матча 33-го тура АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед, он в 20-й раз попал мячом в ворота соперника в этом розыгрыше. И стал первым футболистом клуба, который сумел забить такое количество голов в трех сезонах Премьер Лиги подряд. В интервью Мохаммед признается журналистом, что главная в его жизни семья. Звезда африканского футбола женился рано, в 21 год. Спортсмен придерживается строгих правил религии. Свою дочь, появившуюся на свет год спустя после свадьбы, футболист назвал Маккой в честь центра паломничества Мекки. Религиозность Салах демонстрирует и на матчах, после каждого гола вознося хвалу Аллаху. Вторая дочь Каян появилась на свет в 2020 году. Мохаммед Салах – человек открытый. Спокойно делится новостями из личной и спортивной жизни на странице в инстаграме. На родине спортсмен известен человеком с добрым сердцем. Ничье детство позади. И теперь зарплата более 200 тысяч евро в неделю позволяет Мохаммеду жить на широкую ногу и заниматься благотворительностью. Игрок помогает вставать с колен деревни, в которой вырос. Там он построил школу, создал центр для молодежи под собственной эгидой и оборудовал крытое футбольное поле. В 2017 году спортсмен удивил двумя добрыми поступками. Летом дом его отца ограбили, вора поймали по горячим следам и завели уголовное дело. Мохаммед потребовал отозвать иск, вручил воришке подъемные и нашел ему работу. А в декабре стал героем в масштабах страны. Поддержал египетскую валюту, перечислив государству 210 тысяч евро. Субтитры создавал DimaTorzok